Приветствую, друзья! Продолжаем топить за гномиков! Сегодня очередная у нас серия. У нас 67-й ход. По-моему, пропустил я несколько ходиков. Что за это время происходило? Во-первых, наш величественный и сильный Торин пошел на следующий русский город. Это, собственно, Эльгайр. И я думал, что я начну с запись серии, именно с захвата этого города. Но не срослось. Стоило мне сделать ход из города Торина, как тут же к Рубару подошел почти полный рунский стек. Это было весело. В городе осталось не так, чтобы много. Три отряда кавалерия. Я их на штурмовку не стал брать. Вот. И я такой весь сполошился. Думаю, блин, сейчас отнимут. Надо возвращаться. Ну и я Торина в обратку к Рубару. И не дохожу до до этого стека. Не могу начать с ними. Конфликт. Думаю, ну ладно. Ход пропущу. Вот. Пропустил ход, а они утекли. И причем куда утекли, непонятно. Я лазочком туда метнулся, сюда метнулся. Нет нигде. Я думаю, уж в лесу где спрятались. Тоже нет. И ешкин, кошкин, макарешкин. Короче, дела творятся странные, странные. Войска исчезают. Ну и тут еще подошло кроноподкрепление с югов. Ну вот сейчас с ними мы и сразимся. Я их уже один раз шуганул вроде. Сейчас уже отступить не должны. Ну-ка он похлебалу. На! Отлично. Некий Дара Достославный. Мужик-баба, не ясно. Дара, но Достославный. Так была бы Дара Достославная. И вообще, по-моему, здесь нету женских генералов. Это надо отдельный сабмод устанавливать на эту. На эту экзотику. Как-то так. Ладно. Но ничего таком. Неплохой. Неплохой. Хотя, конечно, звезд маловато для компьютера. Было бы 8, я бы понял. А так только 4. Куда это годится. Ну и здесь телохранители римских легионов. Локрим. 12-24. Серьезный противник. Будем с ним сейчас отбиться. Нет, я еще не все посмотрел. У них вообще член клана Дортит. Ну это бичи. Бичи. Как они есть. Клан. Клан. Драконь и всадники. 7-14. Ну, я думаю, два наших отряда заклюют. А еще лучше их под лучников вывезти. Ну и стража дракона. Арулад. 6-14. Шелк у нас конец и нет такой стрелковый. Но да ладно. Так. Ну и как обычно это бывает. Противник тут же начинает куда-то утекать в непонятные заоблачные дали. Что меня, конечно же, не устраивает. Сейчас нагоним отряд командира. И впишемся ему. Промассируем спинку. Спинку промассировали. Конечно, конец я потеряю немало. Зато они намек поняли. Поняли намек. Вот. И летят теперь уже ко мне. Упс. Забыл отрядик. Вот что значит много-то отрядиков когда? Отрядики забываешь. Принимаем конец. Они летят на моего предводителя. Их здесь встречают. Вонзаются они, конечно, в отряд. Но им это не поможет. Вообще ни капли. 46. Так. Кучники работают. О, хорошо работают. Стражу дракона шинкуют. Даже заставили остановиться. Так. Эти два отряда. Давай, помогай. И тогда вот эти два отряда лучников пошли проще. Так. Че вы остановились? Я же вроде ткнул спецом. Спецом житкнул. Так. Ну-ка. Сюда побежали. И, собственно, про конницу я тоже забыл. Хе-хе-хе. Че ты у меня сегодня... Забывчивый я, друзья, с утра. Не выспался, что ли? Или наоборот. Выспался слишком. Слишком тоже ж вредный. Ну, че вы, твари, не кидаете? Как вы меня забодали вот с этими вот топорами. Да они их кидают. Да они их не кидают. Видите, короче, сбой. Меня задрали, уроды. Так. Лучники. Короче, ты сюда стреляешь. Ты сюда стреляешь. Конница. Массируем вот эту спину. Как они долго конницу-то убить не могут? Вот. Убили. Убили. Давай-давай. Выходи, выходи, выходи. И пробегаю куда-нибудь вот туда, вперед. Ну, че, кидать будете-то пары, нет? Двадцать два телохранителей еще в живых. Я думаю, что конницы... О, убили. Хорошо. Да, раздох. Да, раздох. И они побежали, я так понимаю, да? Да, они побежали. Преследовать не надо, парни. Что у нас там по потерям? Шесть процентов я потерял. Немало. Я вам так скажу. Немало. Так, ну вон, тех уже все. Принимайте, парни. Ну, красиво выглядит, согласитесь, да? Вот эти вот желтенькие. Лук Рим. Ну, хорош уже стрелять. Смотри, они еще достают, да? Доставали. Больше не достают. Хорошо. Все. Единственное, там немножко конницу убегло от нас. Восемь рывок. А так мы их всех перебили. Семьдесят четыре потеряли. Но немало, немало. Конечно же, казнить. Никого не жалеть. Отлично. Но я вот теперь даже и не знаю, что и делать-то мне. То ли идти, то ли не идти. Ну, здесь три, четыре отряда конятся. Вот на следующий ход к ним еще подойдет. Три отряда. Хотя бы с лукарями. Но они от стека не отобьются в любом случае. Ну-ка, тогда давайте куда-нибудь вот до сюда вот дойдем, да? Чтобы мы могли вернуться в случае чего на следующий ход. И в случае чего на следующий ход мы дойдем до города. Если здесь никого не появится. Так, здесь мы завершили. Что у нас еще интересного? Так, под креплениями я походил. В городах вроде бы все заказал. Денег мало. Вот такая проблема. Вроде казалось совсем недавно. Мы за 15 тысяч у дуэла город купили. И мне уж в комментариях пишут, мол, скупай все. Но по всей виду была разовая акция. У нас появилось слишком много городов, в которых надо что-то строить. Раньше такого не было. Также появилось почти два полных стека, которые надо содержать. Проблема, проблема, проблема. Ну и второй наш фронт. Западный взяли мы в осаду Карн Дум. Дошел ее до него вот таким составом. Ну и, конечно, штурмовать категорически неохота. По той простой причине, что я уже посмотрел у них. Здесь пять отрядов не самых простых. Это ангмарская пехота. Все же линейку войск у ангмара переделали. Я был неправ, когда говорил, что у них все по-старому. Каюсь. Каюсь. Есть за мной грешок такой. Вот такая у них теперь пехота здесь. Не самая простая. Ну, призывники, да, простенькие. Но все остальное по жести. Ну и плюс еще гарнизонный скрипт. Там пять этих уроков защитников. Ну, то же самое, что у Гундабада было. Когда срабатывал гарнизонный скрипт. И у ангмара тоже самое. Такие же ребята. Короче, ввиду. Создался у меня вот отряд молотов Гундабада. Вот я их доведу. Если за это время к нам в гости не придет, собственно, сам король ангмара. Я что-то расставил. Он дипломат с лазутчиком, чтобы заранее это увидеть. Их и здесь тоже сидит немало. Если придет, то придется снимать осаду и топ-топ-топ-топ-топ-топ в обратку. Да, в общем, у нас тут весело, друзья. Ну что, давайте делать следующий 68-й ход. Итак, друзья, 68-й ход. Наш лагерь разграблен. Была у нас стычка с врагом. Мы успешно убежали. Так что все нормально. Так, эльфов начали осаждать. Так, но задание есть какое-нибудь? Есть. Захватить деревню ангмара, но я ее захватывать ЕСС не буду. Так, и что мы видим? Мы видим, что они вышли из городища Ангзул. Но куда пойдут не совсем понятно. В любом случае, они за один ход до нас не доходят. Так, к нам присоединяются молотки. И на самом деле я даже излишки веду. А если вот это объединить? Вот это удалить? Да. А вот это вести? Ну, тогда на следующий ход мы тогда будем уже Карндун как бы воевать, захватывать. Ухудшились отношения с гоблинами моря, стали холодными. И у нас господство Ар Адунаим. Ну, видите, ребятишки даже без меня вполне себе зажигают. Черные корабли идут к нам! В ужасе кричат люди Гондора. Многие воины Гондора сняты с других фронтов и отправлены на защиту. Побережья, борты в блокаде. Люди боятся черных кораблей. Ар Адунаим добились полного господства на море. И корсары теперь могут наносить удары с побережья в любом месте. Эти черные номинорцы на подъеме. И гневу нет предела. Круто. Вообще круто. Так, мы самая развитая фракция. Что, конечно же, не может нас не радовать. Что у нас там по денежке? Ну, 6 тысяч. Капает. Нормально. Нормально. Глоин. Превосходный снабженец. Хорош. Драрин. Опытный шахтер. Ну, в правильном месте он сидит. Кстати, новые юниты, друзья. У нас новые юниты. Вот они, те самые инженеры черновлазов. Они появились у нас, когда мы построили... Господи, как тебе включить? Скажи мне на милость. Почему я ничего не вижу? Ну, потому что я не в той этой нахожусь. Я понял. Когда, короче, мы построили улучшения. Вот. Были сперва просто чертоги арокарни. А когда строишь королевские чертоги арокарни, то даже пишется, вот они, инженеры черновласов, молот и железноруков. На остальное было. Да, вот два новых отряда. Где там еще молотые? А вот они, молот и железноруков. Но они только через 19 ходов у нас появятся. Вот эти молоты. 12-28. Ну, одним словом, примерно как отряд генералов. Не лучше, не хуже. И, собственно, я так понимаю, вот они, наши арбалейчики. Шикарные просто арбалетчики. С дальним боем в 13. Представляете? 13. Арбалетный бой. При этом они еще могут и колья ставить перед битвой. Что вообще просто фигерия. То есть их вперед выстрел, колья поставил. Конец уже можно не бояться. А когда пехота подойдет, можно уже смело убежать за наших воин. Главное, этот момент не прощелкать. Как я люблю это делать. Ну, круто. А то мне писали, мол, у гномов нет арбалета. Я думаю, ну как арбалет у него гномов? Ну, что ты будешь делать? Есть, все есть. Ну, конечно, боезапас не самый большой. Видал я и побольше. 32. А здесь 26. Ну, сойдет. Сойдет. Если сравнивать с лучниками, например, то у них вообще 24 и дальность 150. А этих 160. А если с этими? Ну, то у них тоже 160, но боезапас еще меньше. 18. Ну, то есть нормальные. Нормальные ребятюньки. Сейчас будем их заказывать. Сколько они там? Тысяча найм. И 500 манит содержания. Как видите, очень такие войска. Прожорливые у гномов. Очень даже прожорливые. Ну, вот это, конечно, нанимаю. Это... Даже с этим спорить не надо. Копейщиков тоже нанимаю. Три хода они, кстати, нанимаются. И где-то я еще построил ведь... Королевские чертуги я еще где-то заказывал. Не помню где. Блин, мне теперь на все-то и не хватает. Надо что-нибудь такое дешевенькое поставить. Так, алибарды короля. Щиты короля. Какие-то тоже два новых отряда. Давайте казарму городской стражи воткнем. Половину денег наших потратим. В Гундабаде построился шахтный комплекс. Теперь денежку тоже будет капать поболее. Что-нибудь дешевенькое. Совсем дешевенькое. Ну, кстати, дешевенькое-дешевенькое. А мы сейчас там сразимся. У меня ведь войска вообще не останется. Поэтому, наверное, вот эти два отряда закажу. Вместо постройки здесь чего-либо. Так, здесь пивоварню. Ну, наверное... Наверное, мы здесь пока ничего не будем заказывать. Свиноферма. Стрельбище учебное. Вот здесь надо воткнуть. И деньги кончились на этом, да? Конечно, беда. Беда с финансами. Ну и, как видим, собственно, сражение, которое было, вот оно. Как я и думал, спрятались они в лесу. Напали во время своего хода на мое подкрепление. Я Торином до них, конечно же, не дохожу. Поэтому я встану где-нибудь вот здесь на мосту. Подкреп наш уведу. 90% давай изучим. Заодно прокачаем нашего. Ну и мы поймали кого? Мы поймали, друзья, Лук Ханрукара. Главу руна. И убить его, конечно, будет делом очень большим. Если, конечно, от нас не убежит. Как последний трус. Любитель внезапности, мать и беда. Вот как мне б тебе бы это. Ну вот как-нибудь вот так. Я не уверен, что нам его покажут. Но будем надеяться на лучшее. Так. Здесь у меня идут подкрепления. Что они на следующий ход встретятся. Так. Здесь у меня больше вроде ничего не было. Так. Вот отряд идет. Иди дальше. Так. А здесь ждем следующего хода. Ну что? В принципе, мне больше делать нечего. Здесь как-то все подуспокоилось. Гоблины куда-то ушли. Фрамсбург бросили. Андуин тоже особо как-то не пытается что-то делать. Здесь он тоже возле Биорна усадьбы стою. Тоже никого нет. Ну в общем, странно. Все странно. Давайте наведемся на вот этот стэк. Чтобы муж покажет, куда, если что, он пойдет. Так. Ну что? 69-й ход. Ну это просто невероятно, друзья. Но русский руководитель, предводитель. Решил, что он круче всех. И напал сам на нас. На нашего Торина. На переправе. Ну я тебе скажу, дружок. Учитывая, что у тебя всего-навсего лишь один отряд. Полкометателей. Да и численно ты уступаешь. То это весьма смелое решение с твоей стороны. Так. У тебя кто там в охране там? Давайте посмотрим. А вновь пешие. Вот кстати тоже. И в комментариях писали. И я этим вопросом задавался. Почему у руна, у руна, которая, ну конечно будет, наверное, неправильно назвать их кочевниками. Но тем не менее, живущих на таких огроменных просторах, и где любой уважающий себя человек имеет лошадь. Почему у них телохранители пешие? Ну это же глупо. Ну вот у них пешие. Не знаю, с чем это связано. Но чтобы, наверное, как-то выделялись от других, от того же Кханда. Может быть этим руководствовались. Ну да ладно. В общем, в общем. Четыре отряда лошадей. До хрена Стражи Дракона. 6.14, да. Помимо этого, два отряда Копьеносов Болхота. 4.15. Ну такая добротная, добротная армия. Из дореформных войск. Ну а так, конечно, ни о чем, ребята, на самом деле. 7.12, Драконьи Усадники. Ну поехали. Это будет интересно. Ну что, друзья. Я долго встроился. Я построился. Итак, переправа. Противник нас будет атаковать, бежать. Четыре отряда лесничек Дейла выйдут немножко вперед на самое побережье. Начнут сразу обстрел. Еще два отряда лучников уже по мосту будут работать потом. Прибежавшего противника ждет вот такая коробочка. Это отряд самоубийц. Они добровольцы. Вызвались. Будут за пробкой и заглушкой на мосту, чтобы лесничьи наши побольше настреляли. Вот. Как-то так, друзья. Я надеюсь, что бой будет вкусным. Не дали мы им сразу добежать. Тут уже подключились наши лучники. Там кто-то даже... А, в нас-то они тоже кидают что-то. Да, топоры кидают. Нехорошие дядьки. Но мы им заблокировали проход. Гномы наши, конечно, быстро заканчиваются. Но четыре процента мы им уже слили. Они нам три. Пять. Три пять. Работаем. Три шесть. Три семь. Выглядит это, конечно, все просто великолепно. Отряду одному... Достается наших лесников. Четыре девять. Четыре десять. Может, вперед еще кого-нибудь послать? Наемников. Давайте. И тогда вот этот отряд их здесь заменят. А то лучники еще не достреляли. Не настреляли. Шесть четырнадцать. Лучникам нашим достается там конный отряд. Он зараза такой. О, там еще кто-то бежит. С троллингеру нам. Конница, что ли, какая? Ну, что вы там кого-то встретили? Ну, это нормально. Это нам вот здесь достается. Ну, это не проблема, на самом деле. Работаем. Главное, мы вот здесь вот пробка организовали и спокойно настреливаем. А, конница летит. Конница врага. Хорош. Прямо такая. Восемь двадцать четыре. Я только одно не пойму. Какого Чайковского вы творите дегенерата? Кто вам вообще давал приказ хоть как-нибудь маневрировать у тырки? Нет, все куда-то пошли. А, скоро стрелы кончатся, ешкин груз. Ну, битву придется нам попать и десять тридцать три. Хороша Мочилова. И ведь каждая стрела находит цель. Прелесть. Обожаю я переправы. Десять тридцать семь. Ну, эти придурки таки пошли куда-то. Ну, хрен бы с ними. Хотят они вперед идти. Пускай идут. Я им че. Приказывают, что ли, будут. Люди, кони, пушки. Все смешалось. Но пушек нету. Но есть лучники. О, эти бакланы даже топоры начали кидать. С ума сойти. Я в шоке. Где это видно, чтобы они и топоры кидали? Так, вот этот отряд, наверное, как-то его надо... Вот так, наверное, сделать. Потому что там уже отстреляли, да? Ну, тогда уходи. И еще один отряд отстрелял. Тоже отходи. А вот эти остатки вам неудобно. Вы сюда подальше отойдите и спокойно стреляете. Эти тоже им неудобно. Эти, видите, навесом стреляют. Навесом не надо. Вы, парни, тоже отойдите спокойно. Все, работаем, работаем. 12.49. Половину мы у них уже убили. Телохранители еще много. 50. Но они от меня не убегут. У меня, если что, конница тоже имеется. Так, чем бы вам, ребятюне, помочь бы, а? Ехать за... Чем вам можно помочь? Ну, ништяк, вот такое. Такое дуэли нормальное. А наш наемник победил. Ну, то еще бы вот эти дегенераты, бы они топоры покидали. Ну, от них раз дождешься. Чем-нибудь хорошего. Да не в жизни. Пару отрядов еще есть у нас. Стрелы. Немножко. Ну, 14.59. Нормально. Противник просто сливает. Просто сливает. Хорошо. Нам это на руку. Ну, конечно, наемники у меня закончились. Жалко. Но ничего не поделаешь. Без потерь оно тоже не бывает, сами знаете. Лошадки падают. Ну, еще бы на копейщиков лошадок. Дегенераты, вы больные. Мост погибели. Так я это назову. Хе-хе-хе. Ну, и по сути, там осталось пару отрядов. 16 на 70. Что у них там? Побежали они? Ну, целохранители-то не бегут. И вообще они не бегут. Я бы скорее этот процесс назвал бы отступлением. Очень непонятным отступлением. Славе вперед конницу. Ускоряемся. Здесь пробиваются. Хрен бы с ними. Но вообще они вроде как и белый флаг не выкинули. И в то же самое время убегают. Ну, смотри, какие гении-то. Самое хреновое будет, если они... О, не ушел. Шикарно. Шикарно. Он не ушел, друзья. А-ха-ха-ха-ха. Лок Ханрукар. Вот и отправили мы на тот свет. Супостата. Этих можно уже даже не догонять. Они в любом случае сдохнут. Ну, вот видите, они остановились. Они остановились. Побежали дальше. А, тут надо просто этот момент контролировать. Потому что если они остановятся и начнут сражаться, нам это не надо от слова совсем. Ну, видите, взяли лошадку, убили мою. Даже несколько лошадок. Еще убили. А вот здесь уже, уже, уже никого они не убьют. Нехорошие дяди. Нехорошие дяди. Что у нас там? 17% мы потеряли в этом бою. Ну, довольно-таки такой. Конечно, его нельзя назвать элитным. Но, предэлитный стэк. Такое определение я ему дам. С правителем. Ну, ты смотри, какие гады убегают. Но еще и огрызаются. Лошадок моих бьют. Сволочи. Это страж драган. Все, вот теперь они убегают полноценно. Да. Уже они теперь огрызаться не будут. Ну, и значит, вы кончились. Вот, еще вот этих ловите двоих. Эти убегают. Эти там вдоль реки тоже убегают. Ну, все. 213 человек мы потеряли. 1162 убили. Стэк уничтожен. Конечно, с пехоткой у меня теперь есть некоторые проблемы. Но это были наемники. Их не так сильно жалко, как своих. Да, вот нам сообщают, что лог хан Руна мертв. Наследник занял его место. Разграбили вражеский лагерь. 6 тысяч у нас снова денежек имеется. Что-нибудь я там закажу из построек. Это то, что у нас построилось. Королевство Гондора вновь у нас перехватило первенство. По этому компоненту, по производству. Армия у нас 11 место. Финансы 20. Население 3. Общее 10. Не так, чтобы прям вот. Не сильно много. Так. Надо лазучка послать глянуть, что там у врага. Но они продолжают держать в этом городе довольно-таки большую армию. Полстэка. Полстэка. Да. И у них наверняка еще... Ну, на самом деле, вот этот город, он гораздо вкуснее. Гораздо вкуснее, чем город, располагаемый ниже. Может, имеет смысл туда сходить? Сходить? Как вы думаете? Тякс. Тякс. На общем, мысли хорошие. Хорошие. Тем более, подкрепление уже недалеко. Ну, ему что так, что так. Здесь еще один пехотный отряд. Но штурмовать у меня кто будет? У меня полтора отряда копейщиков. В основном, получается, вот, пехота, мотыги, копейщик и два отряда генералов. Хватит ли этого? Просто тут, если еще и гарнизонный скрип, то может и не хватить. Тут еще до кучи Низар с теми же самыми телохранителями. 14, 24, 56 штук. Ну, вот, если вот этот отряд никуда не уйдет, не до обидков через него, они, скорее всего, отступят. Но если подойти вот сюда, можно, может, получиться. Ну, не знаю. Есть у меня сомнения, конечно, в этом. Еще опасность, конечно, вот здесь. Давайте-ка мы какой-нибудь конный отряд вот сюда вот подведем, чтобы быть в курсе. Я так понимаю, вот, подкрепление идет, три отряда. Они у нас шуганут, скорее всего, на следующий ход. Но давайте пробовать. Так, если мы вот подходим вот так, и через этот отряд... И мы ничего не делаем через этот отряд, потому что... Ха-ха-ха-ха! Очков здесь просто тупо не хватило. Но это, конечно, смешно. Это смешно. Но по-другому подойти нельзя было. Если бы мы остановились вот здесь, гарнизон мог бы и не выйти. А если бы даже и хотел бы выйти, он мог не достать. Ладно, с этим там понятно все. Меня интересует... Другой момент. Армии Ангамара нету. Армии Ангамара нету. Подходит еще подкрепление наше. У нас здесь полный стэк. Ну что, и мы готовы уже штурмовать Карнду. Но это, друзья, все будет в следующей нашей серии. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайкосы. Пишите комментосы. И, конечно, подписывайтесь на канал. Всем хорошего. Пока-пока.